Всем привет! Вы зашли в плейлист обретения зеленого пальца и сегодня тема ферментирования органических остатков, то есть приготовление корма для червей в домашних условиях. Что такое ферментация корма? Это его заселение микробами, бактериями, грибами. В общем-то это и является пищей для червей. Они заглатывают растительные остатки, поскольку в них много этих микроорганизмов. Червь никогда не тронет живую растительную клетку, а будет ждать потихоньку той кондиции, которая пригодна для переработки. Считается, что червь усваивает 40% пищи, которую мы ему закладываем, а 60% он выделяет в виде капролитов, то есть это и есть биогумус. Нужно, конечно, не забывать, что субстрат, который мы с вами готовим, он является и пищей, и средой обитания для червей. Ящики у меня такие красные пластиковые, они небольшие, плотность червя около 500 штук, и поэтому субстракт я полностью меняю один раз в месяц. И мне нужно, чтобы черви быстро перерабатывали корм, который я им закладываю, и поэтому я растительные остатки ферментирую. И, кстати, это уже четвертое ведро с органическими отходами, которые я ферментирую. Все органические остатки я замораживаю. Именно после размораживания нарушается клеточная структура органики, делает процесс ферментации еще быстрее. Есть такая интересная вещь, что для полного и быстрого разрыва водой и тканей органики нужна быстрая заморозка и разморозка. Вот тогда будет больше эффекта, чем делать это, допустим, плавно. Такой интересный факт. В качестве органики использую все, что есть отходы со стола. Это обрезки моркови, картофеля, банановая кожура, какие-то порченные свежие яблоки, яблоки, груши из компотов сладкие, допустим, если не съедаются у вас. Это тыква мороженая, это спитой чай, спитой кофе. Я не использую только жиры, масла, все, что связано с мясом, но это понятно, потому что домашние условия содержания. Читала, что и молочку нельзя, я использую, но это просто обмывая от молочки или обмывая от молочки, знаете, вот сполоснуть бутылку из-под молока и чуть-чуть добавить, вообще отлично. Или пишут, что репчатый лук тоже нельзя, но я могу себе позволить на такое ведро очистить две луковицы и сюда их добавить. Все должно быть в меру, вот и все. Итак, использую пластиковое ведро, обязательно с крышкой, с плотной. Застилаю ведро черным пакетом, в данном случае это у меня есть под мусором, лишь бы он был не дырявый, а герметичный. Итак, и собираю пирог. На дно я закладываю чистый торф. Он ППХ нейтральный, без добавок. Без добавок, я имею в виду, без каких-то минеральных удобрений. Здесь он чистый. И закладываю его на дно. Он воздушный, влагоемкий и будет работать как дренаж. Воздушность это для хорошей аэрации, а влагоемкость это плюс, потому что при размораживании органики, которую мы с вами заморозили, выделяется очень много жидкости. И так как ей некуда здесь сливаться, в ведре нет никаких отверстий, а торф будет ее впитывать и насыщаться в торфе. В торфе-то, по сути, нет никаких питательных веществ. Вот на дно я закладываю около 1 литра органики. Затем добавляю слой органики. Здесь у меня кожура от картофеля, банан, тыква, груши от компота. Что еще у меня здесь? Яблоки. И затем я присыпаю биогумусом. Так как для ферментации нужны микроорганизмы, а М-препаратами я здесь не пользуюсь. В свежем биогумусе их достаточно. Это живой материал. Кстати, это уже мной полученный биогумус от моих червей. Достаточно одной будет горсти. Слегка присыпаем. Затем опять слегка торфа. И дальше нужно заложить слой целлюлозы. Это может быть бумага, картон, соломенная осечка. Городня писала, что ее должно быть не менее 20%. Я делаю все на глаз. Здесь главное картон. Я сейчас использую. Его нужно хорошо размочить, чтобы он был не сухой. Здесь у меня даже есть кусочки хлеба. Хлеб обязательно перед закладкой тоже нужно размачивать. Теперь опять слой органики. Здесь у меня попадаются даже салфетки. Но салфетки, конечно, они такие, знаете, со стола вытер, воду. Можно тоже их использовать. Я добавляю небольшое количество. Все, и мы теперь сейчас так слой за слоем будем закладывать горсть биогумуса. Обязательно нужно, если нет своего еще биогумуса, добавлять их в какие-нибудь М-препараты, потому что для ферментации обязательно нужны микроорганизмы. Прямо небольшое количество, вот чуть-чуть. Одну горсть на слой. Я слегка прижимаю, чтобы выдавить воздух. Сверху я просыпаю небольшим слоем торфа. Объем ведра может быть любой. Все зависит от того, сколько вам нужно корма. Затем закрываю пакет. Завязываю плотно. Выгоняю отсюда воздух. Конечно, какая-то часть воздуха там останется. В ферментации воздух практически не участвует. Все знают, что это сильный окислитель, поэтому процесс здесь идет как бы в полсилы. Анаэробная следа сделает свое дело. Плотно закрываю, завязываю. И закрываю герметично крышкой. И ставлю это ведро в теплое место, то есть при комнатной температуре. Через 7-10 дней корм для червя будет готов. Дольше я не держу, считаю, что он все-таки будет закисать. А высокая кислотность, она ни к чему. Ведро стоит, запаха абсолютно нет. Открывать и смотреть ведро не нужно. По истечению времени я просто открываю, развязываю. Почувствуется, конечно, такой кисловатый запах, но никакого амбре не будет, поверьте. Ведро оставляю открытым на пару часов, и уже тогда закладываю в ящик к червям. Моим червям такой корм очень нравится. Но здесь нужно быть осторожным. Я имею в виду, если у вас тип кормления был совершенно другой, нужно соблюдать правила перехода на другой корм. Потому что особенно взрослые особи очень сильно реагируют на замену корма. Делайте это с осторожностью. Но это уже другая тема. Этот, так сказать, рецепт приготовления не означает, что я буду червей кормить только так, а не как больше. Как только черви переедут у меня уже в деревню, я чуть изменю состав корма. Я здесь буду добавлять еще конский навоз. Хочу вводить небольшое количество им в рацион. А у меня на сегодня все. Следующее видео я постараюсь снять, когда буду отделять биогумус от червей и заселять его в новый субстракт. Пишите в комментариях свои мысли, подписывайтесь. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok